Новые уражения эмоции сябрым. Ёлка мира и сяброуство прошло в 27-й школе Гомеля. На ее собрались дети из разных школ Гомеля и в области. На свято приехали и гости из Санкт-Петербурга, Смоленска, Курска, Новозыпкова. У сего больше, как 100 человек. Марина Джалая доведалась, чем она особливая елка миру. Сяброуство детей, сяброуство народов. Юные миротворцы из Беларуси и России доказали это снова. Напередо дни самого Чаронга свято Нового года и мы приехали в Гомель на елку миру и сяброуство. Свято – этап республиканской акции «Наши дети», по какой традицина принимает дело областное отделение Фонду миру. Наша главная задача – именно еще раз расширить и укрепить именно детское сотрудничество, так называемую детскую народную дипломатию. Потому что дети – это наше будущее. От того, как мы их именно будем воспитывать в плане согласия, дружбы, взаимопонимания, будет зависеть будущее их последствий. И в целом, конечно, вот эта встреча, какой-то маленький клад будете уносить на дружбу между народами России и нами. Потому что приедут ребята домой, они же расскажут, что они видели нас в Беларуси. По мерковании архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, в светле паде, яке зараз отбываются у инших краинах, миротворшая деятельность Беларусского Фонду миру – не оценная. Буколит человек живет с повагой до инших, то таким чином выконывает Божий заповед – любить ближнего своего. Миротворцы – они как раз тот очаг, который сохраняет мир между людьми, между государствами. И особенно, когда это делают дети. Это должно развиваться в нашем государстве и иметь большой успех. Это вот такое мое мнение. И хотелось бы пожелать, чтобы наши дети прикладывали больше усилий для того, чтобы дружба была между всеми народами. Подчас Международной Ёлки Мира и Сяброуства гости не только назирали за святочным выступлением, але и сами примали у им активный удел. Дарыши для их была подрихтована великая экскурсийная программа, подчас якой делегации наведали Палацево-Парковый ансамбль. И, зразумело, усе гости отримали от Фонда Миру новогодние подарунки. Взрослые должны делать все, где бы мы ни работали, чем бы мы ни занимались, во благо мира, защищать мир, и чтобы всегда у нас был мир. Передавая это все детям и проводя вот такие совместные мероприятия, действительно, славянский народ объединяется. Корни у нас одинаковые, и мы не позволим никому их рубить. А на наступный день активисты Гомельского областного отделения Белорусского фонда Миру суместно с педагогами и вушними 27-й школы наведали с новогодними подарунками, фруктами, солодкими подшастунками 11 выхованцев детячего дома семейного типа в центральном районе Гомеля. Марина Джала, Евгін Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...